После того, как родители вот так вот перерезали кислород и не поверили в меня Вашу вторую студию на Дмитровке три раза затапливала фекалиями Купили там 20 ковриков Я начала тренировать в парке, в сквере, у метровой ДНХ В то время, когда мы начинали, было очень неразвито, чтобы у бренда был инстаграм 100 рублей на день это на пиццу хватало И там на какой-нибудь коктейль шоколадный в школьной столовке Я прогуливала тренировки, чтобы иметь свои личные деньги Были рейдерские захваты, нашу семью не оставили без эмоций и без потрясений Был конфликт жесткий Я забрала свою собаку и ушла из дома Друзья, привет! Это Forbes Digest Я, честно говоря, восхищаюсь людьми, которые смогли привести себя в форму Разобраться в онлайн-тренировках во время карантина И вышли из него подтянутыми и стройными Я пока к этому только на пути И сегодня мы пришли в гости к яркой и гибкой предпринимательнице Анне Конюк Мастер спорта по художественной гимнастике и сооснователь проекта Top Stretching Начинала с частных занятий с детьми Сейчас в ее подчинении более 300 сотрудников Их студии расположены во многих странах мира Это СНГ, Россия, Украина, Беларусь И с недавних пор Дубая Аня, здравствуй Привет Мы когда готовились к интервью в редакции, да, в нашей Мы пробрасывали какие-то заголовки, которые могут быть кликабельными на Ютубе Что про тебя можно написать, чтобы это посмотрел миллион человек? Ну и думали-думали, сразу пошли какие-то желтые варианты Раздвинула ноги, заработала миллион Миллионы на шпагате Можно ли про тебя сказать, что действительно тебе шпагат принес уже миллионы рублей? Безусловно Конечно, да Со стороны ваша компания выглядит следующим образом Если не вдаваться в детали Вот я обыватель, который не интересуется стрейчингом Посмотрел, значит, раскрученная девушка Миллион подписчиков Яркие провокационные ролики А там уже какой-то бизнес Ну вот у многих раскрученных инста-девушек есть бизнес Какая у вас история, как это все получилось? Раньше инстаграм или топ-стрейчинг? Смотри, сначала появился бизнес, потом появился инстаграм Потому что сначала мы полгода были в группе ВКонтакте То есть мы клиентов, которые к нам приходили на тренировки, агитировали Чтобы они подписывались на нас в группу ВК И там мы уже рассказывали, когда следующая тренировка Где встречаемся, какие у нас мероприятия Куда едем там развлекаться и так далее Когда появился инстаграм Я решила попробовать вести страничку на любительском уровне Чисто в моменте «Здесь и сейчас» Постила фотки, видео Которые начали уже собирать какую-то активность Какую-то аудиторию вокруг себя И в тот момент как раз были очень благоприятные алгоритмы инстаграма И наш инстаграм как-то вот начал развиваться, расти И плюс, мне кажется... Твой личный? Нет, это только аккаунт топстрейчинга То есть я говорю сейчас именно о бизнес нашем инстаграме Который один из первых появился вообще Ну как аккаунт, представляющий какой-то бренд В то время, когда мы начинали, было очень неразвито, чтобы у бренда был инстаграм Вот у крупных брендов уже были тогда инстаграмы? Уже, да, были, конечно, у крупных брендов Но вот такие вот местечковые бренды, которые только-только зародились Которые только-только начали свой путь развития Такого не было И, наверное, мне в этом повезло Что я вот почувствовала, что нужно здесь и сейчас заняться Инвестировать свое время Возможно, мне как-то повезло со вкусом, потому что я реально красиво фоткала девчонок Которые приходят ко мне на тренировки Девочкам, кстати, тоже нравилось, как я фоткала И они себе выкладывали То есть, ну, вот так вот это все начало у нас развиваться Ты начала бизнес вместе с своим парнем и уже мужем Как ты считаешь, это вообще хорошая идея? Ну, на тот момент это был единственный человек, который меня поддержал Потому что, когда я пришла к родителям, чтобы они вернули мне деньги Которые я студенческие годы им складывала как бы в копилку Я прекрасно понимала, что деньги должны работать И я им дала сумму в 200 тысяч рублей, которую заработала сама на каких-то других работах Чтобы они этими деньгами пользовались И у нас была договоренность, что за месяц, когда мне эти деньги понадобятся Я им об этом скажу, и они там со своих зарплат соберут эту сумму и мне вернут Они тогда думали, что я коплю на машину Потом я сказала, что я хочу мотоцикл А потом, когда я пришла и сказала, что мои планы поменялись И я хочу открыть бизнес Папа с мамой посмотрели на меня вот такими глазами На студентку первого курса Это 19 лет тебе было? Мне было 19 лет, да И родители очень холодно на это отреагировали Учитывая, что у папы было три бизнеса Все три бизнеса сначала были успешные, а потом загнулись очень резко Были рейдерские захваты и какие-то там вообще околокриминальные истории Которые вообще нашу семью не оставили без эмоций и без потрясений Ты видела, как людей убивают? Нет, папа видел и папу чуть даже не убили, представляешь? В 90-е, да? Да, ну разумеется, родители хотели меня предостеречь, уберечь И сказали, что нет, мы тебе деньги не вернем Развивайтесь, пожалуйста, сами Ты нам потом еще спасибо скажешь, что мы тебе эти деньги вернем попозже Когда ты что-нибудь надумаешь себе нормальное купить А сейчас родители оба в госструктурах, насколько я понимаю Они уже на пенсии Они уже на пенсии, не работают Да Значит, родители не дали тебе деньги, которые ты им отложила И ты вместе с парнем и со своим одногруппником, насколько я понимаю Начинаете делать маленькие залы, да? Или как? Мы скинулись и у нас оказались на руках 20 тысяч рублей На которые мы купили коврики и все Купили там 20 ковриков И я начала тренировать в парке, в сквере у метровой ДНХ Делала пост у себя на странице ВКонтакте Приходили мои одноклассники, мои одногруппники Друзья из лагеря То есть я всегда была общительна ВКонтакте? ВКонтакте, да, прям на стене я делала группу Ребята, собираемся тогда-то, тогда-то тренируемся И приходили девчонки, мы все тренировались Делали репосты, там уже можно было репосты делать со стены У тебя до бизнеса основного, которым ты горишь сейчас Было много разных подработок, как у настоящего предпринимателя Самые яркие из них? Ну, наверное, самый такой яркий опыт Это когда я работала в колл-центре Это было очень сложно достучаться до людей По холодным звонкам и даже по теплым контактам Когда кто-то кого-то рекомендовал, чтобы там попытаться продать какой-либо товар Все равно я сталкивалась с огромным негативом от людей Это была, конечно, очень такая проверка на прочность Я там продержалась два месяца на этой работе И, наверное, раздавать листовки в холодном осеннем переходе в метро На протяжении двух недель было тоже непросто Но из-за того, что я раздавала хорошо листовки Меня быстро перевели в торговый центр на шоколадке И мы с моей напарницей очень хорошо не только давали дегустировать шоколадки Но еще и продавали промо-наборы и делали самые классные выручки И меня потом через месяц оттуда опять же повысили на другой торговый центр И на более крутую локацию Соответственно, я уже где-то в 17-18 лет зарабатывала на промоутерстве Хорошие деньги до тех пор Это в школьное время, да? Да, да, да Это я прогуливала тренировки, чтобы иметь свои личные деньги Родители не баловали деньгами? Нет 100 рублей на день это на пиццу хватало И там на какой-нибудь коктейль шоколадный в школьной столовке Ань, мы сейчас в Москва-Сити, но это один из самых дорогих районов Москвы Этот зал, вы его арендуете? Или это франшиза чья-то? Конечно, арендуем Сколько стоит здесь аренда? Ну, это конфиденциальный вопрос, но дорого А во время пандемии что случилось, например, с арендой вот этого помещения? Ну, потому что я не знаю сколько, ну метров 600-то точно Сделали скидку 30% Ну, это сильно помогло? Нет, вообще не сильно И на самом деле у нас только два филиала, которые сделали скидку больше 70% Во всех остальных случаях нам приходилось почти полную аренду платить на протяжении нескольких месяцев Массажист Никитоз Здравствуйте, Никита Заходи к нему на массаж, я к нему два года хожу Он охренительный Хорошо Это Надя Евграфа, вот она сегодня в студии Вот она тренинг увезет Да, конечно? Так, 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 так Это Миша, стажер Миша, привет Артем Ой, блин, Артем, ё-моё всё вырезали Блин, Артем, ссори Блин, то неловкое чувство И всё? Вот так Ты вообще на работу свою ходишь? Конечно Ты здесь не просто его, знаешь, бывает Я в офисе до 12 Я прибегаю в офис к 9 до 10 утра С 11 до 12? Нет, нет, нет Я прибегаю в офис, тренируюсь Потом здесь три часа навожу шум и уезжаю на всякие съемки Так что я работаю Сколько ты работаешь в день? Вот вообще, в чём заключается твоя работа? Со стороны? Со стороны все думают, что Аня Конюх проснулась Взяла ребёнка, открыла багажник машиной Я ребёнка уже полтора месяца не вижу Она же в Дубае осталась Ты ж мать? С бабушкой Я ж мать, но видишь, я работаю там И как, по зуму? Ну, созваниваемся, да Блин Это неловкое чувство, да, реально Когда ты не видишь своего ребёнка, грустишь Ну вообще, о чём компенсируешь? Балуешь, да, наверное? Я сейчас заплачу, ребят Я только хочу её увидеть Да мне самому стало как-то грустно даже от этого Ну мы привет передаём Да, просто сейчас реально очень сложная ситуация И с ребёнком через границы Да, с вылетом, со всеми, да, я понимаю Мы приняли решение, что мы полетим без неё Потому что если бы мы с ней полетели То это очень много документов Очень много всяких морок И летели мы сюда Ребёнку стресс страшнейший С четырьмя С Мальдив, да Мы на 10 дней улетели на Мальдивы Отдохнули, там перезагрузились Ну мы как бы на аутсорсе Алё, привет, как дела? Вот И с Мальдив, с четырьмя пересадками Прилетели сюда, в Москву Согласно базе данных Spark Что, тебе страшно, что ли? Нет Так, текущие активы компании за 2019-й составляли 14,5 При этом годом ранее в активе о топстрейчинг было всего 2,7 миллиона рублей А чистая прибыль за 2019-й по данным Spark 10,7 миллионов рублей Это за прошлый год В этом году будет так же, будет больше? Ну я думаю, где-то так же остановимся, потому что претерпели очень серьезные изменения в компании Вы думаете, останетесь так же? Я думаю, да Это очень круто Я знаю, что это круто Учитывая то, что на Землю упал метеорит, все немножко изменилось Это для оффлайн бизнеса? Ну все-таки я понимаю, что оффлайн это, наверное, львиная доля Ну львиная доля, онлайн у нас тоже есть Мне кажется, сейчас уже 50 на 50 А вот можешь мне так в процентах рассказать, топстрейчинг это что? 50% онлайна, 50% тренировок Где-то так, да Ну еще мерч немножко мы там продаем Ну как бы вот так вот, три ноги у нас А из чего складывается... Умеем стоять на одной ноге Да, да, твой личный доход, он складывается еще в каких-то дополнительных? Я продаю рекламу, да Что с рынком рекламы? В инстаграме Ты знаешь, одно время было затишье После того, как мы сняли первое интервью с вами Где-то там месяц, рекламодатели как-то неохотно Это так всегда после интервью с нами Так что жди А когда вот начала тенденция к выходу из пандемии То прям все оживились И я хорошие контракты заключила сейчас Серьезно? С большими брендами? Я пока не буду говорить Потому что вот сейчас октября должны компании начаться И с этого момента в моем инстаграме можно будет лицезреть очень классные коллаборации Ооо, то есть нет такого, что все свои рекламные бюджеты придержали? Нет, наоборот, более того, мы сами, мы наоборот увеличиваем рекламные бюджеты Потому что, ну, это бизнесу сейчас нужно А вы тратите деньги на рекламу? Конечно Просто я думал, что вы так все хитро придумали Сейчас мы начали тратить деньги на рекламу Ну вот сколько компаний лет? Семь лет компании? Вы начали на седьмой год? Да Ты зарабатываешь миллион два рублей в месяц? Своих личных денег? Да Ты их откладываешь, тратишь сразу же? Что ты делаешь с деньгами? По-разному, по-разному Ты знаешь, ну, я содержу свою семью, мои родители вышли на пенсию, я очень рада этому Стараюсь баловать свою семью, бабушку там пару раз в год куда-нибудь вывожу Ой, я сейчас заплачу, ребят Ты училась на спортивном менеджменте в Москве, да? Да Почему спортивный менеджмент именно? Насколько ты видела уже в одиннадцатом классе школы свою карьеру, именно то, что ты хочешь заниматься бизнесом? Потому что выбор, ну, достаточно осознанный, как мне кажется Мой папа чемпион мира по водному полу Ого И он, несмотря на то, что добился высот в карьере, он всегда говорил, что на спорте денег не заработаешь Я помню его слова, мне хотелось доказать обратное То есть я такой подросток была, которая, ну, несмотря на то, что даже я в гимнастике не преуспела Я видела другие перспективы После одиннадцатого класса у меня была возможность поступить в МГИМО с 50% скидкой от папиной работы И несмотря на то, что была эта большая скидка, все равно сумма была увесистая для нашей семьи И за семейным столом мы как-то обсуждали перспективу моего дальнейшего развития Родители дали понять, что они будут много усилий прикладывать, чтобы работать и зарабатывать эту сумму И на это образование дорогое МГИМО Да, чтобы я сделала такой шаг Они были готовы Они даже говорили, давай, давай, Ань, мы поможем Но я была настолько неусидчивая Мне хотелось везде Я уже на тот момент работала Родители даже долгое время не знали, что я работала Потому что они говорили, что ты еще наработаешься Отучись 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 Классические родители Да, я работала уже Школа, университет Потом Я боялась просто вылететь из МГИМО там после первой сессии, второй сессии, на втором курсе Там выгоняют, да, насколько я знаю Выгоняют жестко, конечно У меня были друзья, которые уже на тот момент учились Я со всеми консультировалась Потому что это такой реально момент в жизни человека, когда он решает, куда он идет И я поступила сама на спортивный менеджмент, ведущий российский вуз Поняла, что мне это близко по тому, что я хочу в дальнейшем делать Я вообще изначально шла, я хотела быть менеджером какой-либо команды Хоккей, футбол, какой-то другой вид спорта Спортивных игроков продавать, покупать Да, и продавать, и рекламу им организовывать Потому что я видела, что можно из каждого игрока сделать личный бренд И чтобы они вырастали, монетизировать это все То есть изначально была такая идея Но потом, когда я начала работать детским тренером Потом, когда я поехала поработать вожатым за границу Был такой опыт в моей жизни В 18 лет, как мне только исполнилось Я прошла успешно одно собеседование И была вожатым в детском лагере Ведущим детских мероприятий Вела все зарядки И через день вела вечерние мероприятия Типа дискотек или концертов То есть это тоже такой опыт Для меня молодой Который заставил сделать Level Up В плане там ораторского искусства Воязни публичных выступлений И мне это пошло очень на пользу Вот после этого я решила, что я буду развиваться по тренерству Тогда в Российской Федерации был закон, что мастера спорта имеют право преподавать, обучать И я не остановилась на этом Я продолжила обучение По фитнес-конвенциям ездила То есть я собирала всю информацию И разумеется Через какое-то время Все вот эти вот посевы Они взошли и как-то вот Начало все развиваться Скажи, а что сейчас родители думают о твоем бизнесе? Я ушла из семьи На один год после того, как Родители вот так вот Перерезали кислород И не поверили в меня То есть это, подожди, это был Конфликт жесткий Да, я забрала свою собаку и ушла из дома И мама где-то через два месяца позвонила мне И первое, что она спросила Анют, привет, как там у конечки дела У моей собаки? Ну то есть она ее тоже любит, да И она первое, что спросила, как дела у моей собаки, а не как у меня И где-то год я никак не выходила на связь У меня тогда уже была страница в социальных сетях В инстаграме Но там были не такие значительные успехи У нас было всего два филиала За первый год мы открыли И после того, как мы открыли Третий филиал в Питере Ну, мое сердце уже растопилось Я поняла, что я все-таки Люблю своих родителей, они все-таки Молодцы, что меня воспитали И, ну, приехала и сразу Даже мы ничего не вспоминали, сразу обнялись И все классно было Папа сказал, что гордиться мной Мне этого было достаточно И сейчас мы, когда раз в полгода встречаемся В семейном доме Мы просто обсуждаем как-то поверхностно, что у нас меняется Родители там говорят, что любят и гордятся То есть, ну, мне этого достаточно было Деньги вернули твои, кстати? Не, не вернули А, нет, вернули 100 тысяч рублей И я за универ заплатила А, нет Да, за универ За первый год мама с папой заплатили А за все остальные три года я сама работала И стоп-стрейчинга уже оплачивала все свои вопросы в институтах Насколько я понимаю, ты профессиональная гимнастка Нет, не профессиональная Мастер спорта Да Это не профессионально, считается? Нет, это не профессионально Профессиональный спорт – это когда ты получаешь деньги за то, что ты делаешь То есть, это реально профессия А это любительский спорт Таких, как я в России очень много девушек И есть намного получше Вернее, были намного получше девчонки в художественной гимнастике, мастера спорта, нежели я То есть, я вообще супер рядовая гимнастка, которая там больших успехов вообще не достигла Потому что я пришла в спорт в 10 лет В 10 лет это уже поздно Это очень поздно для художественной гимнастики, да Слушай, а скажи, это принципиально важно, пытаясь построить успешный проект в сфере спорта, вот, в сфере стрейчинга Чтобы у кого-то из членов команды, вот, у вас три человека, да, три партнера, насколько я понимаю Было, ну, профильное понимание, но ты понимаешь гимнастики, ну, может быть, ты там не суперзвезда гимнастики, но ты мастер спорта, как ни крути Да Это важно? Конечно, безусловно, но помимо этого бэкграунда я еще проходила очень много фитнес-обучений Изучала всякие подводные течения в плане физиологии, биомеханики То есть, тренер как врач, тем более тренер по растяжке, мы ни в коем случае не должны травмировать человека Я об этом прекрасно знала с самого старта Ну, ты знаешь, вот ты задал такой интересный вопрос, у нас в команде реально мы так сошлись с нашими соучредителями, что каждый занимает свою сильную сторону и отстаивает и развивает ее То есть, я больше по тренерству и по такой творческой части Давай их назовем, есть ты, Аня Конюк, есть твой муж, Дмитрий Да, он больше по бизнес-процессам, он закончил МГИМО, бакалавриат и магистратуру И у него особенный склад ума, что тоже помогает нашему бизнесу Есть Владислав Романов Да, техническая часть, все движения по программам, по программным обеспечениям, по IT-технологиям, все на нем У вас 50 на 50 с вашим партнером Владом, насколько я понимаю? Нет, у нас у всех равные условия Это какие проценты? По 33 примерно По 33 процента примерно между вами тремя За это вот время, сколько вы знакомы, насколько я понимаю, ну, с первого курса с Владиславом, а с мужем со скольки лет? 18, ну, лет уже 8-9 Как трансформировались ваши отношения за все это время? Потому что стереотип, нельзя начинать бизнес с другом, да, ну и начинать бизнес там с любимым человеком, чревато А у вас, как мне кажется, получилась достаточно киношная картинка со стороны, да, по крайней мере, с мужем Вот эти ваши фотографии, где вы вдвоем там, сколько это лет назад, не такие подтянутые, не с такой осанкой И вот сейчас там, в разных шикарных пейзажах Насколько эта картинка соответствует действительности? И насколько между вами гладкие отношения? Потому что бизнес уже достаточно большой Ну, смотри, на первых годах, когда мы были молодыми управленцами, у нас один раз случилась стычка Вы сейчас молодые управленцы Сейчас нам уже 7 лет нашему бизнесу, и у нас уже есть опыт, набитые шишки, опыт других предпринимателей, которые тоже вокруг нас И мы уже более компетентны в каких-то вопросах В то время, поначалу, мы один раз прям вот столкнулись в интересах, после чего мы сели за стол переговоров и распределили обязанности строго между нашими тремя И мы в компетенции друг друга не лезем Но общую стратегию компании мы все вместе обсуждаем и принимаем решения Если двое говорят «да», а третий говорит «нет», то, соответственно, кто в большинстве, тот решение и принимаем К сожалению, я очень часто сейчас остаюсь в меньшинстве Потому что у молодых людей там свое видение на наш бизнес, и очень часто оно оказывается правильным и верным Ты не феминистка? Ты не ставишь на равенство между мужчиной и женщиной? Ну, нет, конечно Вот, кстати, вот это было таким открытием в моей жизни, когда мне пришлось стать именно на второй план В отношениях, и в бизнесе, и довериться своему мужу Потому что, ну, я такая по характеру, хочется сделать все самой, кажется, что я лучше все сделаю Хочется, чтобы прислушивались там ко мне, но потом я поняла, что это не моя роль И нужно давать возможности другим То есть ты такая мудрая женщина, как бы отступила сама И вот, ну, просто сейчас это очень модно, по-моему Очень много контента на эту тему Феминизм, ну, и женские права Сейчас это обсуждается Награды вручаются, премии придумываются Ты к этому ровно относишься, или ты, ну, в принципе, поддерживаешь это движение? Сильных женщин Ну, сильная женщина, это хорошо Но все равно какие-то зависимости у женщины, мне кажется, должны быть Там тот же самый ребенок, там семья, ну, где женщина выросла То есть, ну, от чего-то ты должен даже не то, что физически зависеть, как от денег Но вот эмоционально подпитываться и, ну, вот, служить, да, там, семье Я думаю, ты понимаешь, о чем это Ну, нет, я понимаю, да, о чем ты говоришь А брак у вас со штампом, в паспорте, все как положено Ну, да То есть, знаешь, сейчас тоже это популярно Ну, мы свадьбу не гуляли, мы сразу пять лет назад на Мальдивы улетели Нам по бартеру сделали свадьбу красивую, там, с платьем, с тортом, с сережками Ну, я там всех в инстике отметила, просто прикинь, вот какое благословение Еще пять лет назад инстаграм для меня был Аня, мне очень нравится, что ты называешь все эти рекламные, благостные, там, что ты называешь рекламные акции Бартеры, благословения, Ань, ну, ты просто, Ань, ну, светлый человек Ну, не всем же такие блага, да, достаются, то есть, ну Что-то в этом есть, но ты это заслужила своим контентом и своими подписчиками Ты знаешь, я все блогерши, аниматеры, и так, у меня столько это, давай мне то, пятое, десятое А ты говоришь, благословение, ну, какой человек хороший, а? Вообще, можно я спрячусь Вашу вторую студию на Дмитровке три раза затапливала фекалиями Это была, да, вторая студия Три раза затапливала ее фекалиями В первый год нашего предпринимательства Я чувствовала, что... Сколько стоил тебе этот бесценный жизненный опыт? Вот это самое сложное, первый год работы Сколько вам стоило все это создать, оттолкнуть и чтобы это поехало? Слушай, ну за первый год я посидела, то есть, у меня появились на голове седые волосы Вот именно после первого года нашего опыта в предпринимательстве Учитывая, что у некоторых игроков у нас в команде уже был опыт в предпринимательстве до этого То есть, был уже второй или третий бизнес Вот, это было сложно, особенно когда... Кому же? Да, это было сложно, когда ты приходишь на работу, заходишь в подвальное помещение, а там все плавает И нужно было взять телефон, отменить всех клиентов Прямо так? Да, прямо очень жестко И это было три раза Это был ваш второй зал, а самый первый? Расскажи, это самое сложное сделать первый шаг Сколько вам потребовалось денег? Где вы их взяли? Кто рискнул больше всех? Ну смотри, на самом деле, первый шаг был не такой энергозатратный Как сейчас можно подумать, что мы выросли до таких масштабов У нас была инвестиция в коврике И был хороший знакомый, который не мог сдать свое большое помещение на Киевской И он нас пустил туда с огромной скидкой Мы платили за нашу первую студию всего 50 тысяч рублей в месяц, находясь в трех минутах от метро От европейского? Да, от европейского Через Хрустальный мост перейти Но это удача тоже Это огромная удача Это просто благословение, которое снизошло до нас Мы в этом помещении пробыли два месяца, уже сколотили какие-то денежки Потом, когда наш добрый друг нашел большого человека, который готов был за 900 тысяч взять его это все По рынку помещение стоило 900 тысяч Да, но мы там брали всего одну комнатку Мы могли там многим чем пользоваться Но под наш бизнес из-за того, что мы не делали там ремонт Мы пользовались только одной комнаткой с зеркалами, со станками То есть все под нашу деятельность уже было оборудовано То есть мы так вот легко вошли в бизнес Это какое-то помещение, где уже все было Я фотки тебе скину Там очень уютно было Кто этот добрый друг был? Какой-то, что вам, балетмейстер, у которого на Киевске простаивают? Нет, 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 нет Этого человека зовут Арам Давтян Он совладелец Nike Russia Ага И у него это помещение в собственности и простаивало какое-то время Сколько вы заработали за эти два года таких? Слушай, я так уже не помню Я помню, но где-то тысяч триста пятьсот за первый, за второй месяц Может быть там ближе к миллиону Я не помню, если честно Это было шесть лет назад И мы тогда деньги особо там никакого учета не вели Пришли, нужны деньги на что-то мы там отдаем То есть мы там даже особо не успевали У нас не было ни бухгалтера, никого у нас не было То есть это по дружбе нам То есть вы и правда все делали абсолютно втроем и все? Ань, почему сейчас такой шпагатный бум? Ну с чем это связано? Это после интервью Анастаси Волочковой, где она рассказала, что это влияет на занятие любовью? Это на многое влияет и на это в том числе У нас есть такая негласная традиция Девчонки, которые приходят к нам Они садятся на шпагат, потом они пропадают на год И возвращаются либо с ребенком, либо там уже с мужем И снова продолжают у нас тренироваться То есть у нас цикл жизни клиента, он довольно-таки продолжительный Это огромная гордость для меня Потому что многие люди, кто пришли к нам в подвал на Большой Дмитровке Или даже на Киевскую, в то просто помещение полуподвальное, уютное Они к нам возвращаются спустя год, два, три И набегами вот так вот тренируются и совершенствуются и растут и развиваются вместе с нами А может, ну и вот эти залы Вот у тебя, говоришь, хорошо так идет онлайн Люди готовы к онлайну Здесь же столько костов, столько всего Я понимаю Заморочек, пандемии непонятные Ты не подумала перестать расширять залы именно, а перейти в онлайн? Какое у вас мнение по этому поводу, все в команде? Были такие варианты, но ты знаешь, дома долго не просидишь Очень хочется общаться, общаться с командой, общаться с клиентами Для нас это больше, чем работа, бизнес, деньги и там слава, которую приносит нам этот бизнес Это комьюнити и мы друг другу помогаем То есть у нас, как такой клуб, у меня есть, не знаю, специалисты, мне кажется, во всех сферах Которые могут мне помочь, я могу им помочь Очень часто мы друг с друга деньги даже не берем просто за какие-то услуги, которые можем друг другу оказать Это очень ценно Поэтому оффлайн формат, я думаю, что он будет жить И вообще в глобальном плане, я думаю, что он будет процветать Потому что качественных заведений, на самом деле их не так много Я думаю, что людям все равно нужно куда-то идти после работы, где-то с кем-то знакомиться, общаться А не просто там в мобильник утыкаться и сидеть там в чатиках, в тиндере, в каких-то других приложухах Два приложения, есть чат-чатик и тиндер Ну, в общем, и даже онлайн-тренировки, ну, долго они тебе не будут давать столько кайфа Все равно хочется прийти ко мне на тренировку Мне они вообще кайфу не дают эти онлайн-тренировки Я приду людей к себе на тренировки Я делаю мастер-классы на большое количество человек Люди, когда приходят, видят меня, они просто, ну, вот так вот подходят ко мне И, ну, я понимаю, почему Потому что они в онлайне со мной развиваются, тренируются А потом встретить меня вот именно так Это для них и не только меня, а других наших талантливых тренеров Сколько стоит у вас этот абонемент? Какая ценовая политика? Это дорогое заведение? Нет, у нас высокое качество и средний чек То есть сколько? Абонемент годовой? 80 тысяч, да, у вас? Ну, от 60 до 80, зависит от сезона Летом, конечно, мы делаем скидки, предложения для клиентов Но это, мне кажется, самое дешевое предложение в Москва-Сити Да, и учитывая, что у нас персонализированный подход даже на групповых тренировках И учитывая, что у нас группы даже от одного человека проводятся То есть если ты пришел, а все 8 утра проспали тренировку и отменились У тебя индивидуальная тренировка У тебя индивидуальная тренировка по цене групповой И наши тренеры также активно в ней участвуют Тянут, объясняют, исправляют ошибки То есть очень важно именно, когда тренер со знанием дела объясняет, что ты делаешь не так Тебе не кажется, что это в России все новое, так вот быстро приживается? Как на вас отреагировал дубайский рынок? Ой, там нас очень хорошо приняли Во-первых, там большое русское комьюнити Многие о нас уже знали до того, как мы приехали Многие просили, чтобы мы открылись в Дубай И у нас сейчас там две локации работают И одна из которых по площади является просто четвертью Четвертью нашей недавней площади всех филиалов То есть там наш джим по площади 2500 квадратных метров Он огромный, там просторно, там красиво И это самый большой джим во всех Дубай Это наш первый проект, когда мы джим сделали Вы сделали его в партнерстве с шейхом Мухаммедом? Нет, 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 у нас там есть партнер Но в основном мы Инвестор, да, у вас есть инвестор? Да, партнер, это не инвестор, а партнер, который тоже имеет обязанности И который вместе с нами развивается То есть получается, что вот из этих 20 залов У вас в каждом из них есть три вы, основных партнера И вы еще берете кого-то, у кого есть площадь или что-то Или деньги просто, или желание Зависят от, то есть по-разному Мы гибкие ребята, вот реально Какой-то у вас инвестор в Дубае Мне прямо сейчас нужно сказать контакт инвестора или что? Нет, нет, он анонимный у вас инвестор или Кто это, русский предприниматель какой-то, нет? Нет, по-моему, он не русский Но на русском разговаривает Мы первый филиал сделали прощупать почву Учитывая, что это мусульманская страна Мы сделали чисто женский формат И он пользуется успехом К нам ходят как экспаты, так и русские девушки, так и мусульманские Арабки? Да, они к нам ходят и показывают нам себя Это вообще удивительный опыт Они очень богатая нация в плане культуры И мне очень интересно с ними работать Потому что я была персональным тренером у некоторых девушек-арабок Когда вы стали расширяться по-настоящему, что вот ты уже начала понимать Так, надо нанимать людей на зарплаты, офис, пятое-десятое Когда это случилось? Когда ты почувствовала, что бизнес более-менее уверенно встал на ноги? Первые полгода мы очень жестко работали С восьми утра до десяти вечера То есть это четырнадцатичасовой рабочий день И у меня иногда не было даже часа, чтобы покушать И я тогда очень сильно убила свой метаболизм Вот именно в те полгода То есть я могла утром позавтракать плотно И в одиннадцать часов тоже покушать Иногда получалось что-то перехватить в середине дня Я была так заряжена У меня было реально много энергии, чтобы отдавать их клиентам Клиенты мне свою энергию отдавали И у нас был отличный тандем такой Но меня хватило на полгода Я поняла, что я так больше не могу Шесть-семь дней в неделю Сослушались У нас было два зала во второй студии На Большой Дмитровке Мы с Владом вдвоем работали Наняли еще одного тренера, потом еще одного тренера И вот так вот начали обучать по одному человеку Вот прям персонально Персональное обучение Что я делала в своих тренировках Я вот прям детально все рассказывала человеку, который приходил И, как по нашему мнению, был достоин этой должности Сколько сейчас у тебя стоит персональная тренировка? Я уже три года не веду персональные тренировки Для широкой общественности Но принимаю своих друзей Три года назад я 150 долларов брала за тренировки Ребят, мы с Аней придумали конкурс для наших подписчиков Что они получат, Аня? Давай абонемент На растяжку Да, на растяжку Годовой в Top Stretching, да? Давай, да У нас все абонементы Top Stretching World То есть, покупая абонемент в Москве Вы можете ходить в Киеве, в Беларуси, в Дубай В других городах России, где есть мы Вот, задание у нас следующее, да? Мы так проанализировали Постоянно меняются тренды И вот сейчас, наверное, шпагатные школы, шпагатные студии Это реально модно Какой будет следующий тренд? Ты знаешь? Нет Я не знаю А вот вы, если напишите подробный, классный, креативный комментарий И нам вам понравится, получите приз Аня, пожелай что-нибудь нашим подписчикам Которые не только хотят сесть на шпагат Привести себя в форму Но и начать свое дело, может быть, бизнес Вот твой путь, он сейчас уже не актуален Надо искать другие решения какие-то Может быть, через TikTok продвигать Или как-то по-другому это делать Что ты можешь пожелать? Хочу всем посоветовать просто развивать свою уникальность Потому что в любой нише можно найти себе кусочек пирога И оцепить его Но очень важно, чтобы вы были запоминающиеся Чтобы в чем-то была ваша уникальность Потому что клонировать какие-то бизнесы прям под копирку Ну, это не актуально Очень важно сейчас именно проявлять вот какую-то харизму Новаторство То есть к этому уже давно мир идет И к успеху приходят те, кто именно слушает свое сердце И делает свое видение Так что я просто желаю, чтобы каждый нашел свое дело Подумал, что ему интересно, что ему приносит удовлетворение в этой жизни И просто двигался по этой теме Спасибо! С вами была Аня Конюк Это Forbes Digest Ставьте лайки, подписывайтесь на канал Пока-пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok